здравствуйте сегодня мы с вами нарисуем красивого котика для этого нужно гуашь палитра бумага 3 и водичка сначала нарисуем контур для этого берем охру цвет можно карандашом пометить ну чтобы видно было я помечу красочкой он у нас будет игривый котик сидеть за столом для этого нам нужно нарисовать наклон головы то есть у нас будет овальчик берем еще водичку овальчик такой вот форма головы шея и у нас под наклоном поэтому мы смотрим разрез глаз должно быть под наклоном глаза вот большие такие вот наискосочек чтобы у нас был более милее интереснее смотрелся поэтому лучше чтобы голову немножко наклонил и ушки ушки также будут у нас под наклоном то есть вот линия будет идти вниз и ушки такие большие вот такой примерно котик форма ушек носик также смотрим наискосок тут щечки и стол за которым он сидит и у лапки будут на столе одна лапка такая вот с коготочками и другая подальше тоже здесь нарисую разделение лапок ну и собственно вот мы примерно разметили как он у нас будет находиться фон будет красивый красочный призвольный глазки надо будет здесь находиться ну и начинаем рисовать в цвете где-то мы можем уточнить теперь мы берем кисточку я взяла синтетику плоскую и рисуем фон будет светлый нейтральный белый цвет завожу светло-фиолетовый и покрашиваю фон не трогаю котика он будет разноцветный нейтральный потом этот цвет переходит в желтенький растяжку делаем то есть вот чтобы был живописный и интересно поэтому мы его делаем интересный фон поэтому мы его делаем интересным добавляю туда еще белого немножко синенького голубенького получается голубоватый цвет немножко здесь трон синеньким и вот такой нейтральный не скучный фон еще можем фиолетового светлого желтый может добавить в синий фон белый развожу желтеньким добавляю какие-то такие пятнышки веселые было игриво интересно весело мазочки такие вот прохожусь яркими ну и стол стол у нас тоже будет светлый но потемнее чем фон примерно в тех же тонах не отличается у нас главный герой это котик поэтому мы должны ему больше внимания уделять остальное все будет нейтрально также синий добавляю фиолетовым светом получается темно-фиолетовый и закрашиваю столик добавлю туда охрань чтобы у нас сильно от фона не отличалась и вот так вот нарисуем стол но мы еще можем вернуться ко всем местам и к фону и к столу стол я еще делаю такой полупрозрачный светлым цветом и сейчас приступим рисовать котика сейчас еще потемнее сделаю лапок вот фон мы сделали это еще посветлеет теперь рисуем главного героя он будет такой рожеватый я кисточку меняю беру кисточку белку третий номер третий четвертый можно и охры я замечаю главный главный форму кота немножко такой рожевато охристый уточняю у меня не будет чисто охра будет разными оттенки желтого оранжевого поэтому сейчас я рисую пока охристые оттенки даже именно вот изначально уже уточнять характер кота мордочка так добавлю золотенького в светлые места то есть мы должны сделать подмалевок нашего котика и уже потом делать все краше и краше так я рыжевато такие рыжевато-фиолетовые светло-фиолетово-рыжеватые я начинаю вводить шерстинки котика и иду от светлого на темную потом можем и светлым еще пройтись ушко у котика здесь у меня голова заканчивается начинается шея здесь тоже так чтобы глазки высох форма глаз немножко такая шарообразная и к носику остренькая так нарисуем цвет глаз белый цвет смешаем зелё смешаем зелё и таким вот цветом носим глаза подсохнут мы еще к ним вернемся нарисуем щечки светленький светлым светлым цветом цветом вот такие лапки листы пока они сливаются с котиком мы потом выделим очень белым цветом очень белым цветом мы котику нарисуем белый цвет пересним щечки так же слой должен высыхать в этом моменте делайте перерыв чтобы высохли глазки вниз и щечки на кисточки подсохли надо вытираем чтобы не было много краски На кисточке рисуем немножко белых, маленьких глазиков. Немножко у глаз, вниз у глаз сделаем светлее. И пусть они подсохнут в глаза, сейчас нарисуем лапки. Кисточку мы отжимаем, вытираем, коричневый цвет я убираю. Решили 3 вкладок, швыгаром, краска немножко влажная, еще не высохла и хорошо размазывается коричневой сохрой. Получается такая живописность. Так, коричневый цвет. И я продолжаю уточнять контуры котика. Все не обводим, только уточняем. Здесь у нас ушко находится сзади котика, а здесь у нас лобная часть будет впереди. Ушко назад уходить, а это ушко у нас будет с поворотом. Мы увидим окончание. Ушко переходит в щечку. Так вот мы коричневым цветом вытягиваем. Котика из фона выделяем, он становится у нас ярче. Так, шейка. И лапки. Переходим. Добавим немножко черненького в коричневый. И еще выделим лапки. Немножко сделаем пушистыми лапки. Так, пока у нас сохнет, мы рисуем носик. Носик у нас какой-нибудь такой, может фиолетовый синий. Если нет фиолетового смешать, можно со светло-фиолетовым. Такой получается интересный. И рисуем носик. И этим же синим нужно где-то у котики рисовать несколько шерстинок. Как бы все, чтобы было гармонично. И гармония. Стол у нас. На столе тень от кота. Кисточку я лазок кладу в боковой части кисточки. И тень. У нас кот как весело это немножко смотрится. Сзади у нас солнышко у него светит. И поэтому у нас впереди тень от котика. Ждем когда высохнет и глазки, щечки и продолжим дальше рисовать. Так. Продолжаем беленьким цветом. Немножко все подсох. глаз. И я продолжаю рисовать глаза. Низ глаз немножко светленький. И трогой тоже глаз. Чуть-чуть водички и тоже высветляем нижний слой. Низжнюю часть глазиком. И немножко переходит в этот зеленый цвет. Также беленьким кисточкой отжимаю и белым цветом я уточняю щечки. Еще больше в местах каких-то я делаю светлее. Ближе к носику. На носике делаем блик. Немножко контур светлый. На ушках беленьким. В основании. Здесь у нас голова. Так мы вот смотрим и дополняем нашему котику верхнюю часть. над кладиками светлее. Кисточку мою. Добавляем немножко охры. И. В верхних местах делаем свет. Еще беленький. То есть мы вот так вот где-то проходим светленьким, темненьким. уточняем. Уточняем. Шерсть. И. Теперь темненьким, например, коричневый. я нарисую переход носика к щечкам. Носика делаю коричневатый низ, чтобы он был более выразительный. Так. Нарисую я. Рутик. Немножко. Сделаю выразительный. Глаза выразительные сверху. То есть я не полностью обвожу, а только акценты делаю. Теперь нрачки. Коричневый, не черный, пока коричневый. Такие миндалевидные. Форма глаз немножко не овальная, а немножко в форме рыбки. Уточняем этим цветом. Темненьким. Форма. Щечек. И. В принципе. Всего котика. Троли в лапки. Низ лапок немножко темные. Ну, когти мы здесь не видим. Немножко их спрятал. Так. Нарисуем, где должны находиться волосики. Усики. Так. Усики у нас будут темненькие. И может быть светлые. Тоненькой кисточкой рисуем форму усиков. Тоненькой. Тоненькой. Реснички. Бровки. так я беленьким цветом тоже нарисую усики и бровки то есть они пусть будут и коричневые и светленькие это добавит нежность выразительность и блики в глазах ну и можно черненьким цветом рисовать зрачки немножко делать темные места вот такой котик у нас получился можно чтобы он был более веселее можно ему уголки рта сделать чуть повыше чтобы он не такой грустный вот и в принципе наш кот готов можно его повесить на стенку в рамочку и как раз он будет нас радовать может кому-то подарить будет человек довольны всего хорошего